Музыка Музыка Михайлович, по первому разделу я все сказал. Что Вы можете добавить? Расширить, углубить и раскритиковать? Ну, во-первых, эта конституция, проект которой Михаил Васильевич представил, это не та конституция, которая может быть принята, скажем, нынешней думой, наградосованием и без коренных изменений в жизни общества, без слома прежней государственной машины может быть внедрена. Уникальность Новороссии в том, что там прежняя государственная машина с Хомана, новая государственная машина, она находится в становлении, буржуазная, конечно же, государственная машина. И, к сожалению, вот в чем здесь проблема, что очень много людей, даже среди коммунистов, понимают важность созидательной работы по созданию ралитарского государства. К сожалению, обсуждение слабо идет проекта. И нету других проектов. Но их может быть, как говорится, здесь одно только решение может быть с научной точки зрения. Не может быть разных государств диктатуры пролетариата. Оно может быть только советским. Но все равно могли бы быть свои проекты со своими несколько отличными формулировками. Но вот отсутствие таких проектов, отсутствие обсуждения этого проекта, оно говорит о том, что вообще, говоря, вот коммунисты в Новороссии, ну, к которым, может, сейчас не стоит особенно претензий предъявлять, потому что там много людей с автоматами бегают, даже сейчас время перемирия, там не все просто. А в России очень мало кто, даже из коммунистов, понимает значение вот этой организации. Это государство на основах вот этой Конституции, оно не может быть заражено на пустом месте. Это... Советы могут быть только лишь органами, в которые войдут посранцы коллективов, предприятий, борющихся. Потому что без создания фабзовкомов, стачкомов, даже без... или хотя бы без боевых профсоюзов, эти советы не напорнить представителями предприятий. И как их напорнишь? Только в обстановке борьбы определенной, не обязательно доведенной до состояния забастовки, но, конечно, Ивановский совет на основе забастовки возник. Но, тем не менее, в результате определенной борьбы на начальном этапе могут быть сформированы советы. В дальнейшем, конечно, в период более спокойного существования, и после победы, и в целом ликвидации власти капиталистов, конечно, тут возможно, на государственных предприятиях, на советских, здесь, может быть, борьба, конечно, не будет обостренной. Она будет более пригрушенной, все, будут определенные противоречия между администрацией и рабочими, будут и профсоюзом работа найдется, но она там будет поспокойнее, там будет более спокойно. А на начальном этапе советы могут вырасти только из стачкомов. То есть, вот это надо понимать, что вот путь стачкомов, путь развития борьбы на предприятиях, он приведет к созданию такой обстановки на предприятиях, в результате которых будут избраны достойные граждане рабочие, советы рабочих. И по поводу разделения советов на советы рабочих, советы крестьян, советы служащих. Что такое крестьяне в нынешней ситуации, мне, откровенно говоря, не очень понятно. Есть сельскохозяйственные рабочие на агропредприятиях, но что касается советов служащих, то тут понятно. Это служащие коллективы НИИ, научно-исследовательских институтов, вузов, воинские коллективы. И разделение вот это необходимо почему? Потому что только советы рабочих могут быть, советы рабочих депутатов, они могут быть основой, стержнем всей советской власти. Что касается советов служащих, в случае, если возникнет советская система, основой которой будут советы рабочих депутатов именно, то все эти и вузовские преподаватели, и научные сотрудники НИИ, КБ, они, конечно, сюда ворьются, и это будет хорошо. Это все будет более прогрессивные такие советы, если эти сотрудники будут избирать своих товарищей на советы по заводам и фабрикам, по своим организациям, а не по территориям. Но, тем не менее, ну а советы военнослужащих, советы опорчения, ну понятно, что армия есть армия. И в Красной армии, скажем, каких-то советов сардатских депутатов не было уже. И понятная идея, что в основном будут решать здесь командиры. И это, вообще говоря, естественным путем идет. В опорчении командиры пользуются коросальным авторитетом, и они, конечно, здесь будут и заправлять, от них будет зависеть. Это, опять же, ничего плохого в этом нет, но стержнем должен быть именно совет рабочих депутатов. И это, кстати, подтвердила практика профсоюза докеров. В профсоюзе докеров есть секция докеров, секция рабочих механизаций и секция инженерно-технических работников. И вот почему такое разделение на секции? Да, оправом решающего голоса обладают только докеры. То есть те две секции, они участвуют во всех делах профсоюзных, пользуются всеми льготами и брагами, и защитой профсоюза. Но решать могут только докеры. Почему? Нет, это не совсем так. Голосуют все, но если докеры не поддержали, то это решение не проходит. А, ну вот, прошу прощения, значит, тут неточность. Вот, за кратость. Это почему так? Потому что когда принимается решение, скажем, о забастовочных действиях, то среди докеров 80-90% поддерживают. Среди рабочих механизаций 60-70%. Ну а среди инженерно-технических работников 30-40%. Ну а пользоваться продами забастовочных действий пользуются все. Но вот к решению надо допускать не всех. Ну, я хотел бы еще сказать, что вопрос вообще о создании Совета, вот насчет власти сразу начинают говорить. Я думаю, что это вот какая-то торопливость, когда люди думают, что вот сразу уже прямо решается вопрос о власти. Вопрос о Советах, он решался с 5-го года по 17-й. Сколько лет прошло? 12 лет. Правильно? И как он решился сначала? А решился так, что были и сыроменьшевистские советы. Ничего плохого в этом нет. Нет, в 17-м году уже. Вначале-то в Иванове был большевистский север. Никакой он был. Ну никакой. Там лежали большевики быстро, там учеба была. Ну и что, ну никаким он большевистским советом не был. По духу. Никой ему. Никой ему. Влияли большевики. Влияли, и пусть большевики сейчас влияют. Но Совет сам по себе беспартийная организация. Беспартийный по смыслу, государственный орган. То есть это не союз единомышленников, как и профсоюз. Профсоюз тоже не союз единомышленников. Ни профсоюз, ни Совет не предполагает единомышленников, а партия предполагает. Партия, пожалуйста, боритесь. Кто лучше будет защищать интересы рабочего класса, того будут и избирать. Но если не будет защищать интересы рабочего класса, так и не будут избирать. Имеется в виду рабочие прежде всего. Это первое. Второе. Скажем, точно так же Советов не может быть в армии, как их не может быть на заводе. Такой это никакой это не Совет. На заводе это может быть орган, который называется Совет. Но это органы самоуправления. Совет, комитет, что угодно. Там то же самое и среди крестьян. Советы начинаются тогда, когда имеется территориальная единица, скажем, город. Тогда городской Совет. Вот тогда да, это Совет. А перед этим это другие названия. Сейчас Советам, если браться, хвататься за слово, то у нас вообще Советская власть. У нас главная, высшая палата нашего федерального собрания, Совет Федерации. Есть Совет Безопасности. Есть Государственный Совет, куда собирается со всех губерний, всех нас и так далее. Так, у нас все кругом Совета. А у нас так в ВУЗах вообще ученые Советы все решают. А потом у нас вообще страна Совета, все Советы дают и не особенно выполняют. Поэтому, если мы пойдем по линии, так сказать, хвататься за слова, то мы никуда далеко не уйдем. Вот, это вот первое, что я хотел сказать. И второе, что я хотел сказать, что именно потому, что решет о создании Советов, никто их и в России не запрещает создавать. Создавайте. Но у нас в России так, левая трусовка так называемая, люди, которые ходят с красными флагами, больше ходят с флагами, чем работают на заводах. Это надо ходить с флагами. Я тоже за красный флаг надо, кстати, повесить обязательно. Но, что главное, это помогите создать Советов. Для этого надо вести забастовочную борьбу, для этого надо ее организовывать, для этого надо выражать интересы рабочих, для этого надо с ними встречаться. Для этого надо вообще центром деятельности делать работу на предприятиях. Вот тогда могут быть созданы Советы. А Советы никто не запрещает. И сейчас при нашей демократии, которая есть в России, никто вам не запрещает делать Советы. А ведь никто не делает. Вы что, видели такой случай, знаете, что создали, допустим, Смоленский Совет и его, что ли, закрыли? А если хотят назвать, он в Сталинграде или Волгограде, назвали Совет, орган, незаконодательное собрание, ну и пусть называется Совет. Никто их не запрещает. То есть я хочу сказать, что не такая ситуация, не надо себя запугивать, что они говорят, нам не дают создать Совет. Вы их не создаете, поэтому вам они дают страшнее всяких запретов, когда люди сами ничего не делают. Поэтому создавать Советы, пожалуйста, вся дорога к Советам, она сугубо укладывается в те возможности, которые представляет нам современная буржуазная демократия. Используйте, пожалуйста, для вас она сделана, демократия, это завоевание, в том числе в этом завоевании большой труд народа, трудящегося, в это дело вложен. Так что давайте создавать.